Харе Кришна, пройдите при этом. У нас очередная встреча, немногочисленная, по записи Харинама-хиллогии. Со временем это станет более развитой программой, будет больше людей. Сейчас только что мы предложили сказать, зачем мы выходим на Харинаму. Такой философский вопрос, зачем мы выходим на Харинаму. Сейчас не очевидный вопрос, все ждут на него ответа, зачем же мы выходим на Харинаму. Но мы сейчас находимся в пространственном временном континуме. Я взял эту фразу из фильма, в голову пришла. В котором все, если вспомнить даже лет 30-40 назад, как мы были детьми, мы бегали на улице. Вся наша жизнь на улице проходила, ходили далеко, куда-то в лес, воровали яблоки, картошку, жизнь такая была. Сейчас все это одомашивается, люди пересели в автомобиле, работают в офисе. И вот этот сидящий образ жизни, он просто начинает давлять на всех. Люди начинают привыкать сидеть, они все время сидят. Они сидят возле компьютера, возле телевизора, в автобусах, в машинах. И вот это уже сейчас не очевидно, что это уже не привлекательно на улицу выходить. То есть то, что было естественным еще каких-то там 30-40 лет назад, сейчас это уже противоестественно. Как противоестественно сейчас обычная жизнь в деревне. Мы читаем про Кришну в деревне. Вриндама – это деревня. То есть когда Гоп Кумар по всем планетам там пробежался, на родину его там послал, и он во Вриндамане что его удивило больше всего? То есть на Галоке, на Галоке, на высшей планете. Что его удивило? Он пришел, он глазам не поверил, да? Деревня. Деревня. То есть высшая планета духовного мира, там где Кришна живет, это деревня. А мы сейчас уже не мыслим себя в деревне. То есть для нас это кажется просто какая-то фантасмоворией. Вот тут нам все понятно. Вот все стены, они нас обуславливают. И поэтому сама деревня, проживание в деревне кажется, что это страшно. Не для нас это все, это не мы. Хотя мы хотим попасть, да, в деревню хотим попасть. Но для нас это уже просто что-то нереальное. Поэтому сейчас говорить о том, что выходите на Харинаму, это люди странно воспринимают, что это значит. Четыре часа ходить по улице. Больше сколько. Сколько я могу дел полезно сделать возле компьютера, когда столько постов пересмотрю. Поэтому подлечила нужно выходить. Артурна Кришна Прагу, маэстро Харинам, тысячи Харинам я называю, маэстро тысячи Харинам, он сказал, вот в такой же лекции, ну не в такой же лекции, когда попросили сказать что-то Харинам, он сказал простые вещи. Что независимо от того, на каком уровне находится вайшнах, стены обуславлены. Вот то, о чем мы сейчас вам говорим, да, стены обуславлены. И люди, обусловленные стенами, и не выходящие на Санкиртуну, или на Харинаму, периодически, ну как вы сказали, это опасно, да, то есть надо выходить там, раз, он сказал, что они становятся боязливыми, мнительными, и нерешительными. То есть любая какая-то извне ситуация какая-то такая, раздражающая, она сразу, да, какое-то появляется беспокойство, какой-то страх, может быть не надо, может быть мы чересчур активно, может быть децибелов поубавить, может быть не пойдем в самую гущу людей, а мы нахренами как делаем. О, люди, погнали туда, чем больше людей, видите, это наша тема, это наша курушета. Вот, на Харинаму нужно выходить, чтобы энтузиазм преданного служения поддерживать, и решительность подпитывать, потому что за компьютером решительным не станешь, за компьютером можно быть хорошим врачналом, ты посты делаешь и думаешь, ты занимаешься проповедью, то есть ты все время в проповеди, постоянно разослал, нажал кнопку, у тебя 2000 подписчиков, друзей, поделиться с друзьями, бабах, и ты уже сидишь, и ты наслаждаешься тем, что ты вот попадаешь в лавры этого поста, где Радханадха Махарадши, и ты вроде как приобщен к этой цитате, ведь ты же тоже ее кому-то дал. Вот, поэтому, на Харинаму нужно просто ходить, для здоровья полезно, 4 часа погулять с половиной. Вот, поэтому это сейчас неочевидный, как бы неочевидный, не благо для многих. Ну и нужно просто, ну иногда ходить, потому что мы уже много раз этот пример приводим, в Трабхабаду цитирую, что невозможно мед ощутить вкус, если банку облизывают. Люди, которые не пели 4 часа на Харинаме, они никогда не поймут, что это такое. Что такое Харинама после 4 часов пения. Они это не могут понять, потому что зал это немножко другое. Вот, как раз телефон сейчас мне призывает ответить, мы теряем мир, возвращаясь. И мы продолжим уже воспевание, рефлейшность.